приветствую вас дорогие братья и сестры мир вам мы сегодня будем приступать к разбору книги откровения я думаю каждый из нас понимает что сама по себе книга откровения она особенная книга последняя если у нас в новом завете мы начинаем первых четыре книги это евангелие да то есть они нам говорят о господи ибо иисусе христе а его первом пришествии когда он здесь был на земле то вот последняя книга нового завета откровения она говорит больше не больше а практически она говорит о будущем событии о втором пришествии господа иисуса христа мы сейчас подойдем к тому что будем так вот просматривать может быть стих за стихом но я так перед началом я думаю мы время от времени может быть и напоминать так друг другу будем первая глава первый стих откровение иисуса христа откровение это так вот знаете такое часто мы слышим слово апокалипсис вот и это есть греческое слово апокалипсис и так она и начинается и вот у нас и название книги такое как откровение или апокалипсис мы слышим это Само значение этого слова обозначает раскрытие тайны, снятие тайны, снять покрывало своего рода, вскрыть какую-то тайну. И вот здесь он дальше говорит, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Значит, это то, что еще должно было произойти, когда писалось откровение. И понятно, что толкований очень много, различные, люди по-разному где-то смотрят на это. Мы сейчас не будем, может быть, вдаваться во все подробности, но дальше мы будем, когда читать, мы увидим, да, вот эту же первую главу, что Иоанн находился в ссылке. Из того, что мы имеем исторические данные, Иоанн был сослан на остров Патмос, уже будучи в преклонном возрасте. И сослан был практически на короткое время, насколько так вот известно из различных, если так можно выразиться, вот таких вот исторических событий каких-то или описаний, еще что-то, да. То мы видим, что практически это произошло в 95-м году, когда он был сослан. И в 96-м, он пробыл там меньше двух лет, в 96-м году поменялся император, умер тот, который был. Он был освобожден. Был освобожден и вернулся в Ефес. Поэтому послание написано уже после разрушения Иерусалима. Иерусалим был разрушен в 70-м году. Некоторые пытаются истолковать первых несколько глав, по крайней мере, вот 4-я, 5-я, 6-я глава до 6-й главы. Пытаются это отнести к событиям, которые происходили во время вот того, что был разрушен Иерусалим, уведены в плен. Многие евреи, остальные уничтожены и как-то пытаются сопоставить. Ну, много различных. Но я к чему говорю, что, во-первых, написание. Это конец первого столетия, 95-й, 96-й год, где-то там. И в это время, когда он писал, он говорит, что Господь открывает тайны. И посмотрите первый стих. Чему надлежит быть вскоре? То есть, будущее. Не то, что уже произошло. Вы знаете, по книге Откровения, опять-таки, столько много различных, знаете, схем, которые люди пытаются представить. Некоторые говорят, что само Откровение, это покрывает всю историю человечества, да, вот разные там периоды. Другие говорят, что это вот новозаветний период. Другие вот непосредственно связаны с израильским народом и так далее. То есть, много различных. Но вот здесь он как бы дает ключ. Он говорит, что это события, которые должны еще произойти. Дальше, когда мы читаем третий стих, он говорит, блажен читающий и так дальше. Ибо время близко. Он говорит, опять-таки, о будущем. И интересно, что тоже, когда он говорит о времени, то здесь тоже дается, знаете, определенное время. То есть, не просто какое-то, ну, будем говорить, отвлеченное понятие. Но мы когда подойдем к этому, то мы посмотрим. Потом еще, знаете, на что хотел обратить внимание, что он говорит, блажен читающий, слушающий и соблюдающий, и исполняющий. Знаете, у нас интересно, даже мы когда заканчивали евреем, то мы с братьями как-то посоветовались на вот братском и говорим, ну, мы переходим к откровению или мы не будем откровения идти. И как-то братья так в один голос говорят, написано, блажен читающий и слушающий. Вот. Поэтому давайте будем все-таки читать. Будем читать, размышлять. Понятно, может быть, у нас где-то будут и разные где-то мысли или что, не то, что там мы будем настаивать на этом или еще что-то. Вот. Но с другой стороны, нам Писание говорит, что в этом есть наше блаженство, определенное счастье, которое Господь дарует нам. Поэтому мы решили, что будем рассматривать эту книгу. Тоже очень интересно, что не одинаково к ней относились разные, вот если посмотришь, даже некоторые толкования. Ну, например, Мартин Лютер, да, которого многие считают как бы в какой-то мере отцом реформации или еще там что-то, да. Но он вообще отвергал эту книгу. Он вообще отвергал эту книгу и считал, что это не каноническая книга к тому, как вот мы с вами рассматриваем Библию. То есть, очень интересно, когда смотришь немножко вот так вот на исторический, кто как толковал, в каком году, кто в 1830 году. Нашелся один толкователь в Европе, в Швеции, который практически истолковал послание семи церквам и потом разбил всю книгу с 4 главы и по 20 главу на 7 периодов церкви. И начинал толковать вот Ефесский период, вот Филадельфийский, вот Лаодикийский и так дальше, да. Интересно, первый раз в 1830 году кто-то так вот истолковал и по сегодняшний день слышишь отголоски этого толкования, да. Кто-то говорит, вот мы там живем, Лаодикийский период, я думаю, вы там слыхали где-то такое, да. Но первый раз это появилось вообще в 1830 году, один человек вот как-то решил так вот, знаете, истолковать. То есть различные взгляды, различные понятия, я не думаю, что мы, знаете, будем отстаивать где-то какое-то одно или еще что-то понятие, а больше будем, знаете, читать, смотреть, что оно больше может быть ясно применимо в наше время. На что я хотел, друзья, обратить внимание. Перед тем, как мы перейдем вот к книге Откровения, да, еще такой, как бы, может быть, такой маленький штрих, который, ну, скажем, лично я хотел бы, может быть, немножко поделиться вам, да. Это в том плане, что на самом-то деле, я думаю, мы об этом, конечно, очень много говорим, часто слышим, друг другу напоминаем, что мы живем вот в последнее время. Мы постоянно об этом говорим, да, вот последнее время, последнее время, вот. Где-то по-разному у нас взгляды там, кто считает, что церковь будет взята до Великой Скорби, какое внезапное будет взятие от церкви, скрытное, да, кто-то говорит в середине, кто-то в конце, разность, но все понимают, что где-то мы подходим к концу, да, об этом постоянно где-то слышится. Я просто хотел, опять-таки, ни в коем случае, чтобы не, ну, как бы, не предоставить как толкование, да, но хотел, чтобы мы с вами посмотрели на одну вот такую интересную деталь, которая, может быть, заставит нас в какой-то мере более внимательно смотреть на события нашего времени и, может быть, даже где-то самого себя проверять, нашу жизнь, нашу готовность. Я хотел, знаете, перед тем, как мы перейдем к Откровению, прочитать книгу Даниила, 7 главу. Давайте откроем книгу Даниила, мы прочтем, она где-то, знаете, понятно, мы ее будем с ней пересекаться, наверное, не один раз, когда будем читать. Я имею в виду, когда будем читать Откровение, но я хотел бы в самом начале, знаете, чтобы мы просто немножко, как бы, обострить наш, может быть, взгляд на наше время, на наши события. Давайте прочитаем 7 главу, я попросил бы высветить, я просто хотел некоторые вещи показать, я попросил высветить на экране Библию, чтобы мы могли на некоторые вещи, я хотел обратить внимание. Смотрите, в первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Значит, смотрите, первое, на что я хотел обратить внимание, что здесь прямо говорится, что это приправление Валтасара. Вы знаете, что Валтасар был последним царем в Вавилонском царстве, да? Валтасар был убит, когда была от Бога послана рука, которая писала, и так и написано, в ту же самую ночь Валтасар был убит, и царство было отдано персам и медянам, да? И воцарился Дарий, да? То есть, нам конкретно говорится, что это произошло при Валтасаре, он был последний царь. Теперь вот обратите внимание, что во время Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, И вот еще зверь, Второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, Встань, ешь мяса много. Вы знаете, вот тут вот я хотел обратить наше внимание, посмотрите, здесь прямо сказано, И три клыка во рту у него. Вот просто сейчас обратите внимание на это. Посмотрите, мы дальше читаем. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый. Страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Опять обратите внимание, на что я хотел, чтобы мы посмотрели. Посмотрите, нам прямо сказано вот это слово. Обратите, мы его несколько раз увидим. Отличен. То есть, он отличается от всех остальных. Вот было перед этим три описано. Один как лев, один как, нам говорится, медведь, другой как барс. Этот отличный от всех. И что очень интересно, то, что нам нигде не дано сравнения с каким-то животным. То есть, он даже не похож на вот что-то, что было предыдущее. Совершенно другой, отличный от всех, да? И мы видим тоже, второе, на что обратить внимание, это десять рогов было у него. Посмотрите, мы дальше будем читать. Восьмой стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Опять обратите внимание, на что я хотел, чтобы мы посмотрели, то нам здесь говорится о том, что прежних рогов. То есть, тоже очень интересно, у кого, кто может посмотреть даже в английском, да, то, значит, прямо сказано, тех, которые перед ним. То есть, это не одновременно рога все десять, да, а один за другим идут, есть очередность. И здесь мы видим очень как раз таки интересно, что когда вот эти вот, будем говорить, три прежних, то есть, перед ним, которые были рогов, они были исторгнуты перед ним, да, вот, и у него были вот такие вот глаза человеческие и так дальше. Ну, смотрите дальше. Видел я. «Я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, вот этот последний, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение времени дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого дня мы, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. «Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». «Вострепетал дух моего мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. «И он стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанно. Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царства восстанут от земли». Обратите внимание вот на что. Смотрите, нам здесь говорит, четыре царя восстанут. Обратите внимание на вот это слово. Не говорится, что существует какое-то, да? То есть, конкретно сказано в будущем. Почему это очень важно? Когда вы будете смотреть большинство из откровений, то вот этих четыре зверя, и там первый лев, зачастую его относят, первый как лев, относят к Вавилонскому царству. Но теперь подумайте, если он находится при конце Вавилонского царства, буквально два года до его конца, он видел в первый год Валтасара, Валтасар три года царства, да? Значит, практически за два года, за полтора года до конца, и ему говорится о том, что восстанут. Это не говорится о том, что есть. Вы понимаете, да, смысл? Значит, это те, что будут. Теперь давайте мы читаем дальше. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и веки веков. Значит, он говорит, что после четырех царей, да, будет именно царство Всевышнего. Девятнадцатый стих. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами». Опять-таки, обратите внимание, мы здесь с вами видим то же самое слово, что этот зверь был отличный, то есть не похожий ни на кого другого, отличен от всех, страшен, с зубами и так дальше. Посмотрите дальше, читаем. «И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вном вышедшем, пред которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Доколе не пришел ветхие днями, Иисус дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Значит, посмотрите опять, видел, как этот рог вел брань со святыми, превозмогал, то есть брань с верующими, да? И потом мы видим, он это делал до той поры, доколе не пришел вот ветхие днями, и наступило время, чтобы царством овладели святые. То есть мы, когда будем смотреть книгу Откровения, мы увидим, да, что царствование, как антихриста, да, зверя, потому что мы там разные видим вещи, и самого антихриста, и видим двух пророков, те, которые служили ему, зверя и так дальше, да? Но ихнее все царствование заканчивается пришествием и наступлением тысячелетнего царства. То есть, ну, с этим никто никогда не спорит. Вот когда взятие церкви где-то спорит, но то, что царствование на земле антихриста заканчивается тем, что наступает тысячелетнее царство, в принципе, это как бы известно, да? То есть я к чему это говорю? Посмотрите, четвертый зверь нам прямо показан, что он является непосредственно перед пришествием, перед тем, как пришел вот этот ветхий днями и наступило тысячелетнее царство, или царством овладели святые. Посмотрите дальше, 23 стих. Об этом он сказал. Зверь четвертый, это четвертое царство, не просто цари, да, а царство, будет на земле. Отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Опять пару моментов. Смотрите, что мы здесь видим. Первое, на что я хотел обратить внимание, что это царство, да? Потом еще на что, опять смотрите, то же самое слово. Это царство, отличное от всех царств. Подобного нету и не было. И потому, когда мы раньше видим лев, медведь, барс, то здесь даже не рисуется какая-то картина. Абсолютно. Настолько он отличный от всего того, что было до этого, да? То есть, отличное царство. Теперь еще на что хотел обратить внимание. Посмотрите, которое будет пожирать на вот эту фразу всю землю. Практически ни об одном царстве больше не сказано, чтобы какое-то царство овладело всей землей. Но такого нигде, вы нигде больше не найдете. А об этом звере сказано, что он действительно будет пожирать всю землю. 24 стих. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей. И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. Опять на что хочется обратить внимание. Во-первых, мы здесь видим, что десять царей это не смысл того, что они одновременно, да? А восстанут очередность. И потом после них восстанет иной. И посмотрите, этот иной опять будет отличаться от всех этих десяти. И он, обратите внимание, уничижит. То есть, он поставит предыдущих ну, как бы ни во что. Он надсмеется над ними, скажем, да? То есть, перед ним будут идти эти цари, и вот три, которые перед ним, он над ними просто насмехаться будет. Он их уничижит. И посмотрите дальше, 25-й. И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. Но это обозначает три с половиной года, да? До времени, времен и полувремени. То есть, на три с половиной года. Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Еще я хотел, если мы вот сейчас глянем, посмотрим книгу Даниил, вторую главу. Посмотрите с 31 стиха. Здесь, помните, на выходоносору был дан сон, когда он видел этого истукана. И потом здесь Даниилу Господь открыл и он дает толкование. И вот посмотрите, что мы видим здесь тоже довольно-таки очень интересно. Он говорит, тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его, руки его серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные и частью глиняные. Показано пять частей в нем, да? Обратите внимание, золото, серебро, медь, железо и потом часть глиняные и часть железные сами голени и так дальше, да? Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, смотрите, железо, глина, мед, серебро и золото, пять, сделались, как прах на летних гумнах и ветер унес их и следа не осталось от них, а камень разбивший истукана сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы ни жили зверей земных, птиц небесных отдал в руки твои, поставил тебе владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. То есть, после него сколько остается? Четыре. Да? Понятно. Он говорит, ты – это золотая голова. И вот здесь я хотел обратить внимание, посмотрите, как это сходится с тем, что мы прочитали в седьмой главе, потому что, как я уже говорил, некоторые толкуют, что лев – это Вавилон. Но тогда получается четыре. И потом мы читаем в седьмой главе, что после четвертой зверь был уничтожен Всевышним. Помните, да? И царство приняли святые. А куда же пятое девается? Но когда мы читаем седьмую главу в начале, то нам говорится, что речь идет о том, что еще впереди восстанут четыре. То есть, тогда получается, что сходится. Теперь посмотрите дальше. Он говорит, после тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. Но вот здесь я просто обращу внимание вот на что, друзья. Посмотрите, после Вавилона какое царство было? Медоперсидское, да? Если сравнивать с седьмой главе Даниила, то это лев. Правильно, да? Но я не буду сейчас вдаваться во все подробности, но если кто зайдет на интернет, да, и посмотрит медоперсидское царство, то символ его везде выходит как лев. Очень интересно, вот именно вот везде все его, вся его символика, да, и как оно предоставлено везде как лев. Теперь посмотрите, он говорит, третье царство медное. Это после медоперсидского какое было царство? Греческое, да? Александр Македонский. Но обратите вот на что внимание, Александр Македонский завоевал практически вестиализованный мир того времени очень быстро, за несколько лет, но в расцвете сил, будучи 32 лет от рождения, он умирает. И что случилось с его царством? Кто помнит? Его царство, у него, он не был женат, и у него не было детей, не было наследников. Его царство разделилось на три части, его поделили между собой три его полководца. Но если кто знает историю, я думаю, вы слышали об этом не один раз. Мы с вами говорили или прочитали, что после льва был медведь. И написано три клыка во рту у него. Помните, мы прочитали? Посмотрите, как оно сходится с тем, что практически произошло, да? Александр Македонский умер, три полководца взяли власть и действительно пожирали всю землю. Теперь посмотрите дальше мы читаем. Четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Это что? Какое четвертое царство? Правило миром? А? Рим. Римское царство, да? И мы знаем, насколько действительно это было железное, да? Насколько никто не мог абсолютно даже возразить или еще что-то это было, как железо. Теперь посмотрите далее. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью и железа, то будет царство, обратите внимание, разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ноги были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. То есть в нем будет и мощь определенная, с другой стороны оно будет какое-то хрупкое. Посмотрите дальше. А что ты видел железо смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются, через семя человеческое. Обратите вот это внимание, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. На этом пока остановимся. Я на что хотел теперь обратить внимание, друзья. Посмотрите, нам показано то, что Навуходоносор видел во сне, и то, что толкует Даниил. Я думаю, мы видим, да, большую схожесть. Вопрос все стоит в последнем звере. Не так ли, да? Там мы видим пять, но мы знаем, что после Рима ну не было такого, чтобы кто владел всей землей. Ну такого не было. Пытались там, Наполеон пытался там, да, там, еще что-то там, но такого не было. После Рима никто не владел. Теперь мы с вами говорим о том, что мы живем в последнее время где-то близко к пришествии. Мы это все понимаем. Но мы понимаем с вами и тот фактор, что, ну кто может, скажем, вот в последнее время владеть всей землей? Ну кто это может быть? Ну взять, предоставить себе, что Америка сейчас завоюет всю землю, ну это же нереально. Такого же быть не может, да? Или предложить, что Россия завоюет, ну тоже невозможно, да? Или Китай, или кто? Ну кто мощные такие? По сути дела три. Америка, Китай и Россия, да? Но чтобы представить, чтобы хоть одна из них взяла верх и завладела всей землей, да, и попирала всю землю, ну такого нам трудно даже себе представить в наше время. И вы знаете, друзья, я вот так вот как-то сидел, рассуждал, да, и думаю, ну что же это может быть? Я просто хотел вот как бы для нас, я хотел здесь вот перед тем, как я сейчас высвечу некоторые вещи, не в том плане, чтобы, знаете, взяли и восприняли, что это прям вот точно или еще что-то, но хотел поделиться мыслями, не как толкование, а размышление. Посмотрите, после Второй мировой войны была создана такая структура международная. Это ООН, как мы ее называем, Организация Объединенных Наций. Первоначально в нее вошло немного стран, да, если я не ошибаюсь, всего 13 стран в нее вошло, но основатели это те страны, которые как победители мы говорим, да, это была Америка, Россия, Великобритания, Франция, туда тоже присоединился Китай, потому что они вели войну против Японии, Япония сразу не вошла туда, то есть это было довольно-таки немного стран, но это была вот такая структура. Плюс к этому, обратите внимание еще вот на что, при ООН практически, да, был организован Международный Банк для помощи стран, где была большая разруха, Германия, там Япония, другие места, да, этот банк называется Международным Валютным Фондом. Все это было организовано в 45-м, в 46-м году. Теперь посмотрите, что происходит дальше. Со временем прошло вот время, на вот сегодняшний день Организация Объединенных Наций в себя включает 195 стран. 193 страны и две, как их называют, наблюдающие страны, те, которые официально не являются членами, но они все-таки входят в ООН, да, то есть 195 стран. Вы знаете, сколько сегодня существует в мире стран? 196. Одна, единственная страна не входит в ООН. Знаете, какая? Северная Корея. Единственная страна, возле которой сейчас столько много идет разговор, чтобы что-то там поменять, да? Единственная страна. Северная Корея. И возле нее сегодня идет столько шума. Теперь посмотрите еще, что очень интересный факт. Организация Объединенных Наций имеет удивительную структуру. Если так можно выразиться, президентом ООН является Генеральный Секретарь. Генеральный Секретарь избирается из общества, ну там есть свои там правила, ротация какая-то, чтобы с разных континентов менялась. Но суть в том, что он избирается на пять лет. Может быть два срока, то есть может быть до десяти лет. Посмотрите еще, что тоже очень интересно, когда мы говорим именно об этом, то посмотрите, что мы с вами имеем. Вот перед нами сейчас внизу, посмотрите, мы читаем, это Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций. То есть это, будем так говорить, их список. И вот обратите внимание, первый мы здесь с вами видим, да, это и был из Великобритании. Но он был всего несколько месяцев. С 24 октября 45-го года по 1 февраля 46-го. Он практически был, как если можно выразиться, работал над созданием этого. То есть он не идет как бы полным сроком или еще что-то. Следующий мы видим был из Норвегии и он был 5 лет. Но обратите внимание, этот идет без номера. Вот они по номерам идут, а вот этот уже идет по номеру. Номер 1. Теперь посмотрите дальше. Я не буду сейчас всех их брать и читать, но посмотрите сегодня. Антонио Гутюреш это номер 9 идет. Если учитывать первого, то это 10. Он принял пост 1 января этого года, 17-го года, из Португалии, Западной Европы. Перед ними был из Азии, из Южной Кореи Пан Гимун и Кофианан это из Африки который был. Ну то есть сейчас вот практически и вот что очень интересно они все идут по номерам. Если вы зайдете на страницу объединенных наций, они все идут строго по номерам. Когда, кто и так дальше. Почему я друзья об этом говорю? Посмотрите нам когда рисуется вот эта картина, которую мы с вами только что прочитали, вот этот зверь в 7 главе, то нам явно нарисована картина очень удивительно. Зверь отличный от всех остальных. Ему даже не дано определение как зверя, в смысле какой-то образ какой-то, да, он не дан. Но нам несколько раз мы с вами прочитали, что он отличается от всех остальных. Вторая деталь это та, что он над всею землею. Ни за одного другого мы нигде больше не читаем зверя, чтобы он над всей землей. Сегодня мы говорим о организации объединенных наций, в нее входит 195 стран, не входит одна единственная Северная Корея, возле которой сегодня столько много шума идет, как же так сделать, чтобы и она вошла, в общем-то. Теперь посмотрите еще, что очень интересная деталь, когда вы посмотрите. Я сейчас не буду ворачиваться, чтобы показывать все это, но самая сильная структура ООН это Совет Безопасности, Security Council. Если вы посмотрите, все, скажем, решения, которые были приняты, на наш взгляд, они иногда кажутся, что вроде бы люди не были согласны, но все решения снять Саддама Хусейна, Милосовича, снять Каддафи, все были утверждены на Security Council, на Совете Безопасности. Практически Совету Безопасности ни одна страна противостать в реальности. Если принято что-то Советом Безопасности, там существует шесть постоянных членов. Всего она состоит из 15, которые постоянно меняются, шесть те, которые не меняются. Это Америка, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Англия. И на первый взгляд кажется очень тяжело, что они могут между собой что-то найти общее. Ну, возьмите, представьте, тот же Китай, Россия, Америка, да? Но когда решаются какие-то вопросы, они, может быть, и не хотят, да? Но они все приходят к какому-то согласию, принимают конкретные решения. И если утверждено, существует армия, которая закреплена за Организацию Объединенных Наций. Почему важно, я хотел сейчас обратить внимание, мы потом, когда будем смотреть Откровения дальше, это будет важно. Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, их штаб-квартира, территория, где, если кто там был, территория, которая принадлежит Организации Объединенных Наций, или ООН, она не принадлежит Америке. Это, если так можно выразиться, Ватикан. Он полностью загорожен, если кто там был, все флаги всех этих стран, огромное, мощное здание, не знаю, сколько там этажей, ну и потом маленькие вокруг, но все это как отдельное государство где-то. Теперь посмотрите, тоже интересно, то, что Международный Валютный Фонд, о котором мы с вами говорили, на данный момент все, которые существуют банки в мире, федеральные, если так можно выразиться, банки или центральные всех стран, они реально не поддерживаются, ну если так можно выразиться, ничем. Вот просто, ну скажем, американский доллар, ну чем он поддерживается? Ну ничем, просто лишь подписью президента Федерального резерва, и все. Что очень интересно, что самый крупный или самый мощный запас золото на сегодняшний день находится в Международном Валютном Фонде, или скажем, в Организации Объединенных Наций, 8 тысяч тонн. ООН выпускает свою валюту, у них это есть, вы можете ее приобрести в любом банке, но самая меньшая купюра это миллион долларов, которые вы можете купить, меньше купюры нет у них, но она поддерживается золотом. Реально сегодня в финансовом мире все понимают, что единственная твердая валюта на сегодняшний день это валюта Международного Валютного Фонда, который практически за ООН стоит. То есть, я к чему вам все это рассказываю, друзья, может оно не так где-то интересно, но я просто хочу вам показать, насколько сама структура довольно-таки построенная, жесткая и охватывает весь мир. Посмотрите еще на такой момент, мы с вами посмотрели, что когда на уходоносору толкование было, то там говорится, что частью железная, частью глиняная, частью сильная останется от железа, а частью слабая, хрупкая такое. Но посмотрите то, что происходит в структуре, о которой мы с вами говорили сейчас, если взять ООН, вот оно так и есть. С одной стороны очень жесткая, с другой стороны оно какое-то несвязное. Вы понимаете, да, о чем идет речь? И там сказано тоже интересно, что перемешается через семя человеческое. То, что происходит сегодня глобализация, эмиграция и так дальше, то, что мы с вами видим, как нации практически перемешиваются, китайцы, черные, арабы, белые люди, смешанные браки и все. Вы можете посмотреть по статистике, опять-таки, есть статистика вот на сайте международного, это ООН, это небывалых масштабов, такого никогда не было. Но что интересно, как не перемешиваются люди, нации остаются. Все равно они так как-то и держатся, все равно оно как бы вот и происходит вот это смешение, но где-то не до конца. Структура где-то она все-таки остается. Я, друзья, просто чем хотел где-то поделиться с вами, да, это тем, что мы не знаем, не можем, конечно, с уверенностью говорить, но очень похоже, очень похоже, что то, что мы сегодня с вами имеем как ООН, то похоже на вот этого четвертого зверя, который над всей землей. Что очень тоже интересно, что написано, что десять царей, десять рогов, да, но мы с вами имеем сегодня девятого. Если говорить о том, что время близко, то очень близко. Этот девятый может быть пять лет, максимум может быть десять лет, потом десятый, да, если учитывать первого, который был основателем, за которым не стоит цифра, как вы видели, то того, кого мы имеем, это уже десятый. Мы не знаем, как его считать, да, или это девятый, или это десятый, но по крайней мере, потому как они считают, но я просто к чему это говорю, друзья, по-любому, оно, если согласиться, что это так, то оно действительно близко. Еще такая тоже интересная деталь. Написано, что одиннадцатый, который будет, да, он уничижит трех предыдущих. Почему это интересно? Сегодня, если вы так в мире взять и спросить, да, кто такой Трамп, все скажут. Если спросить, кто такой Путин, тоже все скажут. А если спросить, кто такой Гутереш, навряд ли кто и скажет, кто он такой. Вы понимаете, да? То есть структура мощнецкая, но профиль очень какой-то низкий. То есть не очень так будем говорить на виду там или еще что-то. Вполне возможно, может быть так, что появится один, который превзойдет всех и который просто надсмеется, что три предыдущих практически, но не были на виду, не делали то, что должно делать, да? И вся структура, и финансовая, и армия, и все в принципе готово. Оно где-то работает. То есть вот такая вот интересная структура. Поэтому, друзья, мы можем иногда рассуждать и говорить, что где-то это очень далеко, потому что четвертого зверя нету. По откровению должен быть этот пятый, который железный и глиняный, да? Но в реальности, опять-таки, я никак не хочу полностью настаивать на этом, да? Говорит, но в реальности, а не может ли такое быть, что то, что мы с вами уже имеем, организация объединенных наций, и есть этот зверь, который отличен от всех остальных. Ты его не назовешь государство, как ты другие можешь назвать. Лев это медоперсидское, да? Или греческое, там, или еще что-то, да? Где есть какая-то такая жесткая структура, хребет, форма и так дальше, а это какое-то бесформенное. Ты не можешь его определить, ты не скажешь, что это барс, или лев, там, или еще что-то, ты не скажешь, или это орел, там. Оно не похоже, да? Но с другой стороны, оно бесхребетное, бесформенное, но оно над всей землей. Оно отличное от всех остальных. Я просто, друзья, делюсь лично вот где-то своими такими, если так можно сказать, мыслями, да? Это было буквально не так давно, где-то пару месяцев назад, так вот я тоже рано утром читал, читал Данил, и вот такие мысли, думаю, ну что же это все-таки может быть, да? И вот где-то такая пришла мысль, и когда стал вот просто смотреть на интернете, проверять, вот то, что вот известно, да, разные, то, ну очень похоже, очень похоже. Поэтому, почему мы просто об этом говорим сегодня, друзья, я как небольшое вступление такое к тому, чтобы, ну все-таки мы думали о том, что, в общем-то, Откровение очень актуально для нашего времени. Вот мы можем говорить, что, ну нужна ли нам книга Откровения сегодня так ее вникать или еще что-то, но если все-таки то, о чем мы говорили так или близко к этому, да, то Откровение очень актуально, очень актуально. И некоторые вещи, вот так, если мы будем читать, рассматривать, опять-таки, не то, что там настаивать или что, но некоторые вещи мы сможем реально увидеть, что они сегодня есть, что уже что-то сегодня происходит, что это действительно касается нашего времени. Это то, что к чему, скажем, подошли вот мы уже живущие вот действительно в последнее время. Ну, это вот несколько, так будем говорить, мыслей, что касается нашего вот вступления к Откровению. Давайте мы приступим непосредственно к самому Откровению. Прочитаем по очереди и будем рассматривать. Первый стих, да, Откровение, мы уже немножко говорили об этом, Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Ему, это кому? Который дал Ему Бог. Кто кому дал Откровение? Бог дал своему Сыну Иисусу Христу. Опять-таки, друзья, мы с вами касаемся того вопроса, на который практически мы с вами, ну, если так будем говорить, до конца объяснить не можем. Невозможно. То есть, троицу, троичность Иисуса Христа. Да? Когда мы говорим, что Отец, Сын и Дух Святой. Мы с вами находим такие удивительные вещи, друзья, вот смотрите. Господь находится на вечере со своими учениками и Филипп задает ему вопрос, кто помнит какой? Покажи нам Отца и довольна для нас, да? И он ему отвечает. Он говорит, я и Отец одно, видящий меня видел и Отца. Ну, помните, 14 глава Иоанна, да? Он конкретно прямо и говорит. Кто говорит, видел меня? Говорит, видел Отца. Я и Отец одно. Теперь посмотрите, например, другие вещи. Мы приходим в 25 главу Матфея. Господь уже разговаривает со своими учениками, опять-таки, перед ней недалеко до своего распятия, до своих страданий, да? И он говорит, 24-25 глава, он сидит на горе, и он говорит о своем, о признаках своего пришествия, помните, да? И ему ученики задают прямой вопрос, когда это будет? И он отвечает, о дне и часе, вот тоже интересно, нигде не говорится, нигде вы не найдете, что Господь сказал, о годе, дне и части, никто не знает, да? Он говорит, о дне и часе, никто не знает, не ангелы, дальше кто? Не сын, а только отец. И вот стоит вопрос, да? Буквально через пару дней после того, как он произнес эти слова, он скажет, я и отец одно, видящий меня, видел и отца. А здесь он говорит, о дне том сын не знает, знает только отец. Это я только два таких привел эпизода, но наподобие мы можем находить в Евангелии довольно-таки много, и невольно встает вопрос, да? Как это? Что это за такое одно с одной стороны, с другой стороны показано какое-то различие в этом, да? Я как-то раньше вам говорил, да, я помню, когда я был на тоже вот на какие-то занятия по Библии и преподаватель сказал такую интересную фразу, он говорит, не поверить в триединство Бога, потому что в 1 Иоанна мы прямо читаем, да, и сии три суть едина, прямо так и написано, три едино, это библейское слово, триединство Бога, и он говорит, не поверить в триединство Бога, это значит потерять спасение, попытаться объяснить триединство Бога, это потерять разум, можно, как говорится, с ума сойти, да, как мы говорим, то есть, можно вникать, 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 в ветхий, новый завет, и до конца, все равно мы не сможем это объяснить, не сможем, да, вот есть те вещи, которые мы с вами берем тем, кто мы есть, мы верующие, да, от слова верить, мы просто в веру берем это, принимаем, как написано, а объяснить, мы понимаем то, что это сверх нашего разума, да, потому он здесь и говорит, что откровение Иисуса Христа, но дал это откровение Бог, кому дал? Иисусу Христу, чтобы показать рабам своим, им, а кто это рабы? Кто это рабы? Мы, все, кто последовал, мы рабы, опять-таки, да, мы так любим свободу, не так ли, да, мы настолько, да, вот знаете, нам так неохота, чтобы нас кто-то назвал или кто-то с нами обращался, как с рабами, да, а посмотрите, кому он дает откровение, он дает откровение рабам, дает откровение рабам. Между прочим, тоже, друзья, вот очень интересное такое, как бы место есть у нас, оно, в принципе, не одно, очень яркое такое, посмотрите, Псалом 2, и мы здесь читаем, зачем метутся народы? Племена замышляют тщетное, восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его, с большой буквы, то есть против Бога Отца и Иисуса Христа. В чем восстание царей? Смотрите, восстают цари, князья совещаются, и третий стих, расторгнем узы их, их это чьих? Чьи узы расторгнем? Господа и помазанника его, расторгнем узы их, свергнем себя оковы их. Посмотрите, друзья, Христос, когда в 11 главе Матфея обращается к народу, Он говорит, придите ко Мне все труждающие, все обремененные, и Я успокою вас. Говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Он дальше объясняет, ибо иго Мое благо и бремя Мое легкое. Да? Вот обратите внимание, мы с вами тоже, когда читаем 1 Иоанна, да, и Он опять-таки говорит о том, что именно заповеди Господни, да, Он прямо говорит, не тяжкие. Вот обратите, друзья, внимание на то, что тот человек, который раб Господа, для него заповеди Господни предоставляются чем-то тяжким, тяжелым, для него это узы и оковы? Нет. А для мира? А для мира все, что есть заповеди Господни, да, они ну настолько тяжкие, да? О чем собираются сегодня князья, сенаторы, конгрессмены? Какие законы они решают? Все такие образованные, позаканчивали самые высшие учебные заведения, все, да? О чем они решают, друзья? О чем? Как бы свергнуть все моральные законы, поставленные Господом? Не так ли? Ну, точно так. Точно так. Вы знаете, друзья, у меня так интересно получилось, ну вы знаете, где-то вот мое положение, да, и ко мне пришел один американец, знакомый, мы с ним довольно-таки в близких отношениях, многие даже его знают, Эванс помогал где-то кому-то там с домами, что-то, он пришел, у них тоже там что-то какой-то там сделали, налет, что-то там такое, он пришел, говорит, проверили, тоже говорит, сколько тягали, ну как-то все успокоилось, он говорит, вот интересно, мы, говорит, со своим братом, у него брат тоже верующий, мы, говорит, как-то сидели рассуждали, и, говорит, интересная деталь, на которую мы не обращали внимания, мы, говорит, взяли, открыли 20-ю главу исход, и прочитали 10 заповедей, которые установил Господь. Первая заповедь, да не будет у тебя других богов. Вторая, не делай себе кумира. Третья, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Четвертая, чти день субботний, да, он говорит, первую заповедь, нарушай в Америке, да, узаконено, да сколько хочешь богов пускай будет, кумиров, да сколько хочешь делай, не произноси имя Господа, да пожалуйста, сколько хочешь употребляй, день субботний или воскресный, да кому дело иметь. Следующее, почитай отца и мать, в Америке ты можешь судить отца и мать, десятилетний может судить своего отца и мать, в суд идти, почитай отца и мать, да, не убей, ну, аборты, самоубийство, если ты хочешь совершить, в плане, вот если ты заболел, да, все это, это же все узаконено, во многих штатах ты можешь прийти к доктору и попросить, чтобы тебе такое усыпляющее дали, чтобы ты и не проснулся, все это узаконено, не прелюбодействуй, да прелюбодействуй, сколько хочешь, да, вы знаете, не пожелай, да как не пожелай, да вся реклама построена, пожелай, и жену ближнего, и дом ближнего, и машину ближнего, и все, да, вы знаете, что интересно, он говорит, мы прошли по всем заповедям, в Америке узаконено нарушать каждую из заповедей, не странно ли, а вот возьми дома пристрой навес, ну, если не наручники оденут, то накажут так крепко, что мало не покажется, да, не можешь, законы, вы понимаете, о чем речь идет, друзья, все моральные законы, да, вот мы сейчас с вами сталкиваемся буквально, ну, сейчас вроде немножко что-то меняется, однополые, разноцветные, каких там хочешь, там, да, все, да, пожалуйста, делай все, что угодно, и все законы поставлены на то, чтобы разрушить, расторгнуть все эти барьеры, убрать все границы, ограничения, все, 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 да, все это узы, все это цепи, оковы, надо все это убрать, да, посмотрите, а здесь нам Писание говорит, что откровение кому? Рабам, откровение рабам, те, для кого господство Божие, легкое, да, он говорит, ибо иго мое благо, и бремя мое легко, да, посмотрите, для тех, которые действительно рабы Господа, это те рабы, которые по любви, да, и он говорит, откровение, которое, вот он дал, чтобы показать рабам своим, но мы уже немножко говорили, чему надлежит быть вскоре, и он, с большой буквы, да, это кто он? Иисус Христос, да, показал, послал он, через ангела своего, рабу своему, Иоанну, то есть Иисус показал Иоанну, да, какие у нас есть по этому стиху мысли? Да, пожалуйста, Сергей Яковлевич. Есть такая мысль, братья и сестры, когда это случилось, когда Бог дал откровение своему сыну? Ну, я много читал об этом, интересно, тоже хочу поделиться, когда мы читаем, смотрите, в Галатам 4.4, когда настала полнота времени, когда мы читаем евреям, первую главу, там, шестой стих, помните, когда Бог уводил первородного, да? Во Вселенную. Ага, во Вселенную. То есть, Бог из-за большой любви к человечеству где-то приоткрывает, будем говорить, ну, явления, которые происходят на небе. И все это связано с одним сыном его, Иисусом Христом. Когда Он вводил во Вселенную, когда пришла полнота времени, Он послал, в Галатам мы читаем, на землю, да? Чтобы искупить подзаконных. Вот. И здесь, я так думаю, и это могу подтвердить вот уже пятым стихом, и вот Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Когда Иисус Христос совершил свою миссию и вошел на небо, это моя мысль. Я думаю, Бог ему дал откровение, вот такое, что будет. И Христос дал откровение через ангелов Иоанну. Спасибо. Может быть и так. Опять-таки, да, что до этого Христос, пока находился здесь на земле, ничего подобного, в принципе, не было. Не то, что не было, а не говорил таким. Но посмотрите, на что я хотел обратить внимание. Он показал. То есть, обратите внимание, не просто только сказал, а показал. Вот почему для нас откровение в какой-то мере где-то тяжело истолковывать, потому что оно написано в каких-то... Одно, что небесным языком, а что в картинах. Вы понимаете, да? Одно, когда просто сказал, другое, когда показано. Вот как картина какая-то. Показано, да? Вот показано, вот показано, вот показано, да? И он записывает то, что ему было показано. Понятно, мы там слышим и речи, кто-то говорит и все, но однако это больше вот где-то вот в такой форме оно было предоставлено. Идем дальше. Рабу своему Иоанн, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Вот такой вопрос. Смотрите, вот Иоанн, да? Написано, что рабу своему Иоанну, то есть Иоанн, который свидетельствовал. Речь идет о том, что Иоанн свидетельствовал, правильно? Значит, Иоанн свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. и что Он видел. Посмотрите, три вещи, обратите внимание. Значит, Он свидетельствует Слово Божие, Он свидетельствует свидетельство Иисуса Христа. Помните, Христос, когда находился на земле, Он несколько раз говорит о том, что Он пришел, чтобы свидетельствовать. Помните, да? Перед Пилатом Он стоит и Он говорит, Я, говорит, пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Никодим к Нему приходит и Он говорит, Вы, говорит, нашего свидетельства не принимайте. Мы, говорит, от высших, вы от нижних, вы, говорит, не принимайте. То есть, есть то, что свидетельствовал Иисус Христос, есть Слово Божие, есть свидетельство Иисуса Христа, и последнее, Он свидетельствует или говорит, да, Вот именно, что он видел. Почему это тоже важно, друзья? Когда мы с вами будем рассматривать дальше откровения, то мы должны будем обращаться к картинам, которые он показывает. Мы должны будем обращаться к Ветхому Завету. Когда говорится Слово Божие, вы знаете, что к этому времени. Помните, мы читаем 5 глава, 39 стих Иоанна. И нам говорится как? «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют на мне». И когда говорится о Писании, о чем идет речь? Ветхий Завет. То есть мы должны будем обращаться к Ветхому Завету, и мы должны будем обращаться к свидетельству Иисуса, то есть практически вот Новый Завет Евангелия. То есть без этого мы с вами понять то, что нам говорится в Откровении, не сможем. Он конкретно говорит три вот этих вещи, на которые он будет брать и опираться. Хорошо, идем дальше. «Блажень читающий и слушающий слова пророчества всего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Я просто думаю, друзья, здесь, знаете, очень важно тоже понять само положение того времени и как происходило даже в синагогах. Практически в каждой синагоге было семь человек, которые имели право или были избраны для того, чтобы читать. «Все остальные были слушающие». «Все остальные были слушающие». И он говорит, «Блажен читающий» значит не в смысле просто для себя, но понятно, как мы часто читаем и для себя тоже, да, но «Блажен читающий», «Блажены, кто слушает это». И посмотрите дальше, он говорит, «Блажены соблюдающие», написанное в нем. Я думаю, мы коснемся тоже к этому вопросу, да, но, друзья, просто на что хочется обратить внимание. Вы знаете, мы живем в такое время, когда на самом деле информация и знание, и доступность и к Слову Божию, и к толкованиям, и к проповедям, и к богослужениям, и все, да, в небывалом объеме. Не так ли? Ну, когда это было? Ну, когда это было? Захочешь, да, но прослушаешь богослужения чуть ли не любой церкви уже, да, здесь по Америке, и в России, где хочешь, там, или что, да, и проповедников, и толкования, и все, на интернет взял, зашел, любое слово, любой стих или еще что-то, различные толкования, кого хочешь, но так же. То есть, если так можно выразиться, дефицит в знании отсутствует. А где дефицит? В исполнении. Вот раньше, казалось бы, меньше знали люди, но больше исполняли. Знаете, вот мы сейчас были в Ванкувере, были на конференции семейной, и там присутствовал тоже Сергей Петрович Марченко, он когда-то в нашей церкви был, такой высокий, большой, такой здоровый. Родной брат Михаила Петровича, да. И вот, знаете, ну, он тоже проводил там семинар свой, хороший такой, вот. Но, что интересно, он рассказал историю. Говорит, где они жили еще в Брянске, была, говорит, одна бабушка там. Она, говорит, вообще не могла читать. Вообще. Совершенно неграмотный человек. Но его, знаете, он некоторые вещи рассказывал, как учила, говорила, приходила, помогала. У него в семье 11 детей. Жена у него, Нина, да, и вот дети один за одним. И, говорит, она приходит, а эта такая расстроенная, немножко плачет. Ну, не то, что тут и в Америке нелегко, да. А ну-ка, там 11 детей. Там она на нее, ну, что ты, Нинка, плачешь? Она говорит, да, вот, вот столько детей. Там, да. Она говорит, ну, на нее там, что вот она из-за того, что расстраивался, она говорит, говорит, уже терпения не хватает. А она ей говорит, да этот грех тебе Господь простит, что тебе терпения не хватает. Говорит, этот грех тебе Господь, говорит, простит. А вот если, говорит, не будешь рожать детей, вот этот грех тебе не простится, говорит. Знаете, так вот он рассказал, так интересно. Так все просто, но так все понятно. Да, вот так вот, говорит, учила, говорит, все. Читать, говорит, совершенно, это, говорит, был святой человек. Святой человек. Посмотрите, друзья, да? Христос как много об этом говорит. Помните, Он показывает в 7 главе Матфея, вот эту как историю, притчу, что было два человека, два строителя, которые строили. Один построил дом, и другой построил дом. И тот был красивый, и тот был красивый. Молодцы! И тот, и другой, да? Обратите внимание, и в том, и в другом случае подули ветры, и налегли воды. Но такого не было, что на одного надуло, на другого не надуло, да, там, или налегло. На всех, да? Но один дом устоял, а другой рухнул. И в чем разница? В чем разница была? Достроили, наверное, из, в общем-то, одинаково. А вот в чем разница? Один был на песке, другой на камне. И потом Господь дает объяснение. Помните, что Он говорит? Вот тот, который говорит на песке, это говорит, я уподоблю человеку, который что? Слушает слова мои и не исполняет. На камне, да? Это говорит тот, который слушает и исполняет. Вы знаете, друзья, на самом деле, да, сегодня мы все знаем, все слышим. Мало того, что знаем, мы можем учить друг друга. Да еще как учить резко, да, там, обличать все. Мы все знаем. Мы все знаем. Мы можем так научить, что мало места не покажется. Все знаем. А где проблема? Он говорит, не исполняет. И посмотрите далее. Мы-то думаем, что если мы исполняем, то на нас ветры не подуют, воды не налегут. Но есть же такое внутри, да, понимание? Ну, если вот я вот буду жить так вот, святой жизнью, все будет хорошо, ну, уж там меня-то воды. Ну, воды, знаете, когда мы читаем псалмы и все, да, чуть ли не через второй, третий псалом везде воды, да? Воды, воды. Что это воды? Это беды? Это печаль? Это переживание, да? И посмотрите, и там, и там, и ветры, и воды. Но есть разница. Есть большая разница. И вот посмотрите, он говорит, блажен. Блажен читающий, слушающий и соблюдающий. Вот это действительно счастье. Это блаженство. Не просто прочитать, не просто понять, да? Не просто даже пытаться что-то сделать. А он говорит, блажен, который соблюдает. Между прочим, очень интересно, когда вы, когда просматриваешь книгу Откровения, то в книге Откровения семь блаженств. Семь раз. Блажен, вот мы первые прочитали, читающий. Второе блаженство, кто помнит, часто мы его слышим. Блажены, умирающие в Господе. Помните, да? В это мы приходим, и нам конкретно говорится в 14. Потом, блажен, бодрствующий и хранящий одежды свои. А это что? Живущий святой жизнью, сохраняющий, да? Об этом мы читаем в 16 главе. Потом мы дальше читаем. Блажены, званные на брачную вечерю Агнца, да? Это уже там, об этом есть, да? Потом говорится, блажен, умирающий участие в воскресении первом. Потом, блажен, соблюдающий пророчества, и блажены, соблюдающий заповеди Его. То есть, Иисуса Христа. Вот интересно, семь блаженств, когда мы читаем. Ну, хорошо, давайте пойдем и дальше, да? Ибо время близко, он говорит. Ну, мы об этом уже говорили. Дальше, он говорит. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвой и владыка царей земных. Ну, давайте вот немножко четвертый посмотрим. Иоанн, семи церквам, находящихся в Асии. Что такое Асия? Потому что мы будем не раз потом, да, когда читать дальше, видеть это. Что это такое Асия? Асия, друзья, это не Азия. Часто где-то путают иногда, слышишь. Это не Азия. Это практически, будем говорить, западный регион Малой Азии. Как ее называют, да? И восточный регион Южной Европы. То есть территория Турции, где-то сюда вниз Греции. Вот как оно опускается вот так вниз, да? Вот этот регион в Риме назывался Асия. Асийский регион. Их было там семь почтовых городов, как их называли. И все вот эти почтовые города, Ефея, Смирно, Пергам, Феатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикея. Это все были как, ну если скажем, да, это все считались как окружные или почтовые города, да? Но центральным городом, Вася, какой был? Асийского региона. Ефес. Ефес, это был центральный город, поэтому мы о нем тоже будем и много слышать и говорить, да? То есть это непосредственно самый центральный город. И вот пишет здесь о семи церквам, находящемся в Асии. Такой вопрос, друзья. Может быть, кто-то задумался, да? А почему церквам в Асии? Ведь были же церкви и в других местах. И в Антиохе были, и в Иерусалиме была церковь, и, ну, по всем местам мы с вами читаем, да? И на острове Крити, Павел там пишет послание, и Коринф, и так дальше, да? И в Риме. Почему семи церквам в Асии? Какие мысли? Давайте, последние вопросы, мы оставим все на следующий раз тогда. Друзья, я не буду настаивать, да? Но где жил Иоанн? В Ефесе. И был старшим пресвитером Асийского региона. И семь этих основных церквей, хотя там были и других, да? Но это были центральные церкви в Асии. И вот, зная, что он там, что он пишет им, да? Он показывает картину, первая часть. Он непосредственно, дальше мы будем видеть уже откровение событий последнего времени, да? Ну, первых, вот две главы, вторая и третья глава. Мы с вами видим, что он обращается непосредственно туда, где Иоанн больше всего имеет переживания, да? Об этих церквах. Он знает, что там происходит, он о них молится, переживает. Это, будем говорить, его, да? И Господь ему открывает и дает послание этим церквам. Оттуда Иоанн. Это, будем говорить, его паства, да? Где вот он нес это служение. Ну, хорошо, друзья, на этом мы, наверное, сегодня остановимся. Уже время практически девять часов. Мы пойдем, ну, скажем, конец четвертого стиха в следующий раз. Немножко будем рассуждать, молиться, готовиться к этому. Хорошо, мы вставшие, закончим служение молитвой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!